Дачный сезон Дачный сезон Сдают в аренду, подробно описать, что именно они сдают в аренду, то есть описать подробно, если это дом, описать подробно дом, описать подробно, что в нем находится, все имущество, описать ремонт, какой в нем есть, стены, пол, потолок, сантехнические приборы. Все очень досконально детализировать в приложении к договору аренды. Искать дачу в аренду можно начинать примерно с марта. Начало весны в этом сегменте рынка считается самым активным сезоном. Можно прогуляться по ближайшим садовым товариществам. На стендах владельцы обычно публикуют объявления не только о продаже участков, но и о временной аренде. Если не боитесь физической работы, присмотритесь к заброшенным домикам. Многие собственники будут только рады отдать свое владение на лето тем, кто приведет его в порядок. При осмотре дома и участка обращайте внимание на его обустроенность. Есть ли в доме электричество, газ и санузел. Проведена ли вода, имеется ли скважина или колодец. Расспросите владельцев о том, тепло ли в доме летом, не замерзнете ли вы прохладными ночами. Если есть на нем какие-то зеленые насаждения, которые представляют ценность, то желательно, конечно, описать эти зеленые насаждения. Если это деревья, соответственно, деревья, кусты, кусты. Если есть какие-то беседки, площадки, бани, туалеты, души, все что угодно, что есть на прилегающей территории, все это описать. Если есть какой-то садовый инвентарь, который представляет определенную ценность, то желательно, конечно, и описать этот инвентарь. Обговорите с собственником условия своего проживания в доме. Он должен прописывать не только помесячную плату за пользование участком и строением, но и дополнительные условия. Например, можете ли вы заниматься посадками в огороде и забрать себе осенний урожай? Какие меры примет собственник в случае непредвиденной порчи имущества? Возможно, собственник возьмет с вас залог за такие расходы. Договоренность на словах, она не всегда, скажем так, не только является надлежащим доказательством чего-либо, но элементарный момент, вы отдали деньги или отдали имущество в аренду, и, соответственно, потом вы можете просто без этого всего остаться через какое-то время, и искать крайних будет очень тяжело, и доказывать кому-либо что-либо тоже будет сложно. Есть случаи, когда арендаторы получают участок в пользование бесплатно, но взамен обязуются привести его в порядок. Возможно, хозяин захочет, чтобы в обмен на проживание вы сделали косметический ремонт в комнатах или построили, например, беседку. Это тоже необходимо прописать в договоре, обговорить и также возможные визиты собственника на дачу и их количество за сезон. Но в первую очередь надо проверить самого хозяина. Здесь надо заручиться справкой от председателя садово-дачного товарища, если садово-дачного товарища, или коттеджного поселка, если это коттеджный поселок. Соответственно, убедиться, если, скажем так, достоверности собственника недостаточно, можно поговорить с соседями, убедиться, что это действительно собственник, реальный участок, что других собственников участка нету, и, соответственно, после этого уже заключать соответствующие договора. Среднюю стоимость, арендованной на лето дач, определить непросто. Цены зависят от множества условий региона, состояния дома и комфортности проживания в нем, размера приусадебного участка. Самый бюджетный вариант для летней аренды – это домик в дачном товариществе, скорее всего, без проведенных коммуникаций, зато максимально близко к природе. Самые дорогие предложения – это особняки со множеством комнат, бассейнами, саунами, игровыми комнатами, большой прилегающей охраняемой территорией. Возможно, стоит поторговаться. Аренда летнего жилья – самый благоприятный для этого сегмент. Владельцы садовых домов и дачных участков, как правило, не рассматривают свои объекты как способ получения постоянной прибыли, поэтому легко идут на дисконт. Долгосрочные договора должны подлежать обязательной регистрации, то есть договор заключен на срок год и более, подлежит обязательной регистрации в управлении Росреестра Самарской области. Далее, есть тоже очень интересные варианты, при том, даже если у людей не так много денег, у нас на сегодняшний день очень много заброшенных садов, дачных товарищей, заброшенных массивов, даже заброшенных домов. Среди тенденций этого года риэлторы называют не только увеличение количества договоров аренды, оформленных за полгода до начала лета, но и появление все большего числа желающих превратить дачный сезон в круглогодичный. Если дом теплый и с необходимыми удобствами, почему бы не жить в нем постоянно? Даже транспортный вопрос многих уже не смущает. Так летние квартиры имеют все шансы стать постоянными. Отдыхайте с удовольствием, надеемся, что наши советы в этом вам пригодятся. Все выпуски программы «Азбукопотребители» вы можете найти на сайте телерадиокомпании «Губерния». До встречи!